Так, шаловливый дневничок в главных ролях Рэйчел Маклиттеровна и Райан Херслинг. Интересненько. Это было летом 2004-го, когда моего парня отправили служить на Ближний Восток. Я не хотела его отпускать, но он должен был пойти. Джон, постой! Ты не можешь уйти. Слушай, давай не будем сейчас об этом. Дождемся конца лета и посмотрим, что будет. Ты хочешь расстаться со мной? Просто не думаю, что у нас получится. Пожалуйста, стой. Не бросай меня. Вау, а игра актеров очень неплохая тут. Зачем же это конца лета? Давай расстанемся прямо сейчас. Давай! Знаешь, я сама решу эту задачу, понял? Все кончено. Нет, подожди. Мы ведь не по правде расстаемся. Мы ведь просто поссорились, а завтра помиримся, как девчон не бывало, правда? Зай, прошу, не покидай меня. Ну, поскольку он уехал, почему бы нам не пойти и не покувыркаться? Ну, ладненько. Давай быстренько. Мои родители скоро придут. Не-не-не-не-не-не! Секунду, секунду, секундочку! Да нет! Да бросьте! Я проникся сюжетом! Да что за? Хорошо, продолжим. Пять лет спустя Джон вернулся с войны. Но во время его отсутствия я обручилась с другим мужчиной. А пока мой жених был на работе, я решила навестить Джона, чтобы расставить все точки над «и». Но все стало очень сложно. Кажется, все наладится. Ну, что будешь делать, Эмили? Я не знаю. Вернешься назад? В прежнюю жизнь? Что ты вообще тут забыла? Эти два дня были необыкновенными, но в то же время безответственными. Меня дома ждет жених. Заниматься любовью со мной, а потом вернуться к жениху. Ты этого хотела? Я пообещала человеку. Он дал мне кольцо, а я ему слово. А кольцо, конечно, нельзя ему вернуть. Я не знаю. Тебе плевать на любовь. Причина в деньгах. Он очень богат. У него есть деньги, а у меня нет. Ты пошлый ублюдок. Это я ублюдок? Да. Останься со мной. Зачем? Мы все время ругаемся. Зачем, Эмили? Потому что ты нужна мне. Мы справимся с этим. Ответь себе на вопрос, чего хочешь ты. Не думай о том, чего хочет тот парень или твои родители. Чего хочешь ты. Ну давай, ты хочешь Джона. Джон об этом и говорит. Я должна ехать. Не-не-не-не. Куда ты поехала, идиотка? Ты его любишь. Будь с ним. Ой, да ладно. Эй, ну поскольку его нет, может, покувыркаемся? О, не-не-не, только не этот парень опять, черт подери. За это нужно прийти и заценить фильм. Он бесподобен. Что? Чего за фильм? Да просто иди уже сюда и зацени. Что? Боже мой, ты занимаешься тем, о чем я подумала? Нет. Ну, в смысле, я собирался, а потом меня затянуло сюжетом, но... Просто иди сюда, зацени фильм. Один из лучших, что я видел. Что ты хочешь мне показать? Тсс, просто смотри. Мне нужно было сделать выбор. Остаться со своим богатым мужем или быть с любовью всей своей жизни. Это было за неделю до моей свадьбы, и мне нужно было развеяться. Поэтому я решила увидеться с Джоном в самый последний раз. Я не могу жить с мыслью, что ты выйдешь за него, Эмили. Я не могу на это пойти, Джон. Тогда не делай этого. Оставь его и начнем сначала. Я боюсь, что любой мой выбор причинит кому-то боль. Эмили, послушай, мы будем бороться каждый день, как всегда. В этот момент пошел дождь, смывающий все мои сомнения и страхи, которые не давали мне покоя. И я снова выбрала любовь. Я выбрала Джона. Мы справимся, Эмили, я обещаю. Я в этом уверена, Джон. Кажется, все разрешилось. Как насчет того, чтобы покувыркаться на троих, а? Давай сделаем это. Идем? Шикарно. Это что такое? Ну все? Можешь идти. Давай, иди. Я займусь тем, о чем ты подумал, чем я занимался. Озвучено по версии. Время горячей озвучки. Всем спасибо за просмотр.